Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я вязал вот такой эмеджер, который очень уловистый. Не менее уловистая приманка выполнена по типу этого эмеджера, который работает круглый год. Давайте приступим. Мне понадобится крючок Тимка 200Р и латунная бусинка диаметром 2 мм. Крючок я использую 16 номер, вы подберете для себя по своим рыбалкам. И понадобится нам вот такой материал, как Антрон. Если у вас нет, можно заменить его на блестящий голографический люрекс или мелкий-мелкий-мелкий даббинг. Дополнительно я не огружаю. Достаточно этой будет огрузочки, так как мушка сама работает не совсем в донных, а при донных слоях. Погружаться ей глубоко не надо. Нить беру самую тонкую, какую только возможно взять и крепкую. Вначале крепим нить и сразу начинаю крепить материал, который мне понадобится для моей работы. Крепим наш Антрон так, чтобы небольшой хвостик его заходил за колечко. Остатки мы потом с вами отрежем. Чтобы 10 раз не проматывать, я здесь же креплю другой материал, который буду использовать. Это вот остатки вот такой силиконовой резинки. Подберете тональность сами для себя, как вам будет удобно. Я взял зеленую и серебристую. Здесь же в этом районе креплю сразу две. И в натяжечку весь материал закрепляю до самого почти загиба. Дохожу до загиба. И Антрон увожу в сторону, так как у меня основной материал будет находиться ниже. И проматываю дальше. Немножко неудобно проматываю дальше наш материал. Прихватили. Отрезаю у Антрона, оставляю где-то приблизительно 5-7 миллиметров вот такой небольшой хвостик торчащий. Убираю остатки. И нить окончательно увожу теперь до места, где будет моя грудка. Приподнимаю остаточки Антрона, которые мы подрезали. И здесь я делаю парочку оборотов. Следим за тем, чтобы наш Антрон оставался на месте. Оставляю золотистый и зеленым начинаю производить обмонтку. Дошли до грудочки и здесь закрепили наш силикон. Остатки отрезали. Немножечко в некоторых местах нанесу несколько капелек клея для того, чтобы лучше держался силикон, которым я буду сегментировать. Не скользил. И в натяжечку, как мы себе выберем, какой шаг сегментируем наше тело. Цвета, оттенки можно подбирать практически любые. Большого значения не имеет, потому что все зависит от освещенности. Все зависит от предпочтений рыбы. Поэтому как-то предугадать, какой цвет в данный момент будет более или менее уловистый, проблематично. Но оливковая тона всегда предпочтительнее. Или же яркие, красные, розовые, для того, чтобы спровоцировать на поклевку. Окунь практически, если он кормится, то он берет с любой расцветочкой. Остаточки отрезали. И теперь я переламываю мой антрон. Вот так. И возьму парочку перышек павлина. Можно заменить на даббинг, который имитирует нашего павлина. Оборвем перья, которые обрываются. Я не обрезаю, а обрываю. Так как они оборвались, так они и должны были оборваться. Здесь крепим. Я проармирую. Для крепости. И в этом месте формируем пышную, хорошую грудку. Для надежности можно даже нанести капельку клея. Не доходим приблизительно пару миллиметров до нашего латунного шарика. Крепим перо, остатки отрезаем. И теперь оставшийся антрон, который у меня есть. Для того, чтобы не выполнять несколько работ. Не наматывать несколько больше, чем положено нитки. Я сразу промажу нитку клеем. Переламываю антрон до шарика. И в районе крепления шарика я креплю вот так оставшийся материал. И здесь же делаю завершающий узел. Если величина нашего чубчика несколько большая, можно его подрезать. Вот так примерно. Как вы видите, вот такая наша незамысловатая личиночка готова к рыбалке. Поверьте, достаточно уловистая. Особенно по окуню и по плотве. Пробуйте с расцветками, с оттенками. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok